У нас, у чеченцев, мы долгое время говорили, что из себя представляет российская армия. Российская армия это, по большому счету, убийцы, насильники. Я человек, который видел войну, еще в детстве видел войну, а потом сам лично в свое юношеское время провел на войне. И человек, который побывал в плену. Очень сложно найти других людей, людей другой нации, как чеченцы, которые очень прекрасно, отлично, на все 100% хорошо понимают всех украинцев, которые сегодня приезжают не только в Финляндию, а и в другие страны. Я занимаюсь строительным бизнесом, и у меня свое дело. Мне стал приоритет брать на работу именно людей с Украиной. Такое энное количество людей с Украины, толковых ребят, которые будут... У кого есть опыт, кто обучаем, организовать что-то вроде такого фонда помощи украинской армии, волонтерам, людям, которые оказались в трудной ситуации. У нас такой возможности, у чеченцев не было. Как только мы собирали там 5-10 евро, 100 евро и пытались отослать нашим бойцам, например, или чеченцам, которые находятся в трудной ситуации, нас тут же объявляли террористами, спонсорами террористов, объявляли нас в международные розыскы и давили на наших родственников. И вот то, что происходит сейчас в Украине, это таким... Как будто ты смотришь кино, как будто ты смотришь свое прошлое, но за место чеченцев сегодня украинцев. Россия всегда лезет к нам со своим уставом, со своими законами и пытается навязать нам русский мир, именно русский мир. Она не говорит, вот мы, вот вы в составе России, но мы уважаем вашу культуру, мы уважаем ваши законы, давайте сделать такую... Да, мы вас завоевали, но давайте мы вам дадим шанс сделать такую хорошую автономию. Нет, Россия говорит, вы должны все забыть, что вы чеченцы, что у вас есть своя культура, вы должны быть просто каким-то названием чеченца, но восхвалять и прославлять русский мир в чистом виде. Познакомился с русским миром в этой стране совершенно с другой стороны. Тут получалось, что русские, некоторые русские пользовались тем, что ты не знаешь язык, ты не знаешь законы, они могут тебя взять на работу, заблудить поменьше или что-то в этом роде. И я приехал в эту страну человеком, у которого не было ничего, абсолютно ничего вообще. На сегодняшний день у меня есть своя фирма, у меня есть люди, которые на меня работают. И за эти долгие годы в центре города Хельсинки, да и в других городах, можно сказать, очень мало объектов, очень мало объектов, где я лично не принимал участие. Можно просто сесть и часами проводить параллели этой войны и войны, которая была в Чечне. Это идентично, идеально одно и то же. Они подберегают геноциду целый народ. Я принимаю и буду принимать украинцев к себе на работу, на фирму. Буду им давать работу, возможность реализовать себя, возможность почувствовать то спокойствие, постараться убрать ту тревогу, которая есть у них. Я разговаривал со своим одним работником, и он говорит, я вот только устроился, только это. Я говорю, у нас то же самое. Сломали ворота БТРом, загнали ко мне домой, в дом, загрузили в БТР все, что у нас они смогли увезти и уехали. И в разговоре один парень, когда мы готовили ему документы, он мне с телефона показал автомобиль, грузовик и газель он мне показал. И сказал мне, вот смотри, Муса, кадыровцы, он не сказал кадыровцы, он сказал, чеченцы угнали у меня технику. Я был удивлен очень сильно, чтобы чеченцы, одев российскую форму и очутившись, оказавшись на территории Украины, занимались тем же самым, чем занимались русские федералы. У нас дома в Чечне, для меня это шок, на самом деле. Мне бы хотелось обратиться ко всем украинцам, которые увидят это видео, услышат. От лица всего чеченского народа я, наверное, не имею права говорить, но я бы хотел обратиться от тех людей, которые прошли, увидели войну, видели плен, видели весь ужас, по очи, видели и на себе прочувствовали весь ужас со стороны российской армии. Твою технику, твой автомобиль угнал не чеченец, а кадыровец. Чеченец стоит перед тобой. Он никогда в жизни не посягнет на твою честь и достоинство. Он будет считать своим долгом, так же, как и свою честь, и свое имущество, защищать твою имущественную честь. Ни один чеченец, который уважает своих предков, уважает своего отца, свою мать, свою родину, никогда в жизни, во-первых, не оденет российскую форму, не поедет в Украину. Сейчас мне хотелось бы несколько слов сказать на родном, на чеченском, и обратиться именно к так называемым кадыровцам. В самом деле, это все, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать, Это то, что они не чеченцы, не может чеченец одеть российскую форму, не может. Защищать российскую армию, Россию на чужой территории, куда она вторглась, нарушая все нормы международного права. Мы не имеем права не только перейти на сторону врага, но и быть такими явными последователями наших врагов. Считать себя больше россиянами, чем сами россияне, это мальчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!